Отобрать и напугать? И чем же грозит законопроект о конфискации имущества за военные фейки? Не только за фейки. Очень много статей, которые будут подытачивать под конфискацию имущества. Но таким образом старая система большевиков, она будет обогащаться. Да, друзья, большевики снова пришли к власти. Черный интернационал в виде красной звезды. В принципе, он всегда был. Но то, что сейчас происходит, это некий такой пиковый момент, который необходимо пережить. Он будет долгим, пиковый момент. Ну, возьмите учебник истории, полистайте туда-сюда, пальчиком своим по слюнявке, полистайте странички истории, и вы увидите, что происходило ровно сто лет назад. И эту кальку сто лет назад перенесите на сегодняшние годы двухтысячные, и вы увидите все то же самое, все как под копирку. Итак, в Государственную Думу внесли законопроект, который позволит конфисковать имущество у осужденных по статьям о военных фейках и призывах к деятельности против госбезопасности. Последнее включает в себя преступления по целому ряду других статей, в том числе против военной службы. По каким статьям смогут отбирать имущество? Каждый, кто пытается разрушить Россию, это кавычки, это уже документ. Каждый, кто пытается разрушить Россию, преддаст ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенные стране ущерба за счет своего имущества. Так, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал новый закон о конфискации имущества у осужденных за фейки пророссийской армии из-за призыва против безопасности государства. Документ внесли в Госдуму на утверждение. Закон предлагает внести изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса конфискации имущества и расширить перечень преступлений, по которым ее могут применять. В отличие от советской практики, сейчас конфисковывать могут только то имущество, которое было получено в результате совершения преступления или используется для их совершения. А что же произошло? То есть никакого преступления нет. Но вот если ты начинаешь говорить о военных, о войне, то здесь законы о фейках вступают. Как определяется фейк или не фейк? Только потому, что сидят какие-то судьи, как раньше тройки сидели, когорта троек, и решали идти тебе под плаху голову с плеч или в гулаг. То есть речи о конфискации всего имущества осужденного не идет. И на практике этот вид наказания применяется пока не часто. Но это сейчас он только вступает. Тем более вынесли в Государственную Думу новые поправки к законопроекту. Из текста законопроекта следует, что отбирать имущество предлагается у тех, кто осужден. По статьям о фейках про российскую армию. Статья 207.3 УК. И призывах к деятельности. Направленные против безопасности государства. Это статья 280.4 УК. Если они действовали из корыстных побуждений или по найму. Статья же 280.4 при этом включает в себя обвинение по целому ряду других статей. Всего 32. В том числе госизмена. Конфиденциальное сотрудничество с иностранцами. Шпионаж. Участие в нежелательной организации. Содействие в исполнении решений международных инстанций, в которых не участвует Россия. Незаконное пересечение границы. К статье относятся и обвинения против военных. Неисполнение приказа. Дезертирство и другие. Также депутаты предложили добавить составы в саму статью 280.4 УК, чтобы она подпадала под действие предлагаемого законопроекта и дополнить вторую часть статьи двумя пунктами. Из корыстных побуждений или по найму. И также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Но эта строчка вообще замечательная. Сюда можно все, что угодно. Абсолютно все. Вот, допустим, целому городу Якутску можно это приписать. Недалее как 24 января практически полгорода вышло на митинг против кыргызов и таджиков. Потому что таджик убил Якута. Якуты народ решительный, но не такой оторванный. Они все-таки живут на земле, и их земля им важна. Поэтому они никогда не дрались на своей земле. И когда вот какой-то парень пришел и решил применить нож или оружие какое-то, то здесь якуты проиграли. Почему? Ну да потому что они не умеют драться. У них нет той агрессии, которая есть у других. И вот здесь, конечно, такую вот расовую почву вполне можно подвести под целый город. И целый город будет лишен своих квартир. Вот они выгонят целый город на улицу. А куда этот город? Гулаги есть. Уже построены вокруг концентрационного лагеря. Лиха беда начала. Это необходимо только начать. А дальше уже. Все как по рельсам, смазанным маслом, которое пролила Аннушка. И Дерлиоз, как вы знаете, попал под трамвай. Если первый пункт позволит конфисковать имущество, то второй позволит расширить практику применения. Более тяжкой части 2 на публичное высказывание в оффлайне. Так что же будут конфисковывать? В целях пресечения, финансирования таких преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования. Говорится так к пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, авторы предложили лишать специальных воинских или почетных званий, классных чинов и государственных наград, осужденных по тем же статьям о военных фейках, призывах против безопасности государства и ряду других, например, о дискредитации армии и реабилитации нацизма. А как интересно отнестись к тому храму, который построил министр войны Шойгу, и где лежит, как артефакт, фуражка Гитлера? Это как? Ну, сходите, друзья, сфотографируйте, пусть эта фуражка будет везде в интернете красоваться фуражка Гитлера в храме Министерства обороны. Это не реабилитация нацизма, а? Или что-то мне напоминает не то? Или я не так понимаю? Конфисковывать могут все, что следователи посчитают полученным в качестве платы за преступление или купленным на полученное за преступление деньги. В качестве доказательства может служить чистосердечное признание и демонстрация имущества или банковских переводов. При отсутствии признания придется доказывать прямую причинно-следственную связь между приобретением имущества или денег и преступным деянием или умыслом на него. Журналисты же, разобрав этот пункт, отмечают, что по фейкам и другим призывам в корыстных целях главная мишень, скорее всего, журналисты и активисты. Авторы телеграм-канала напоминают, что распространение фейков из корыстных побуждений вменили военному Даниилу Фроукину, который получил пять с половиной лет условно за то, что признался порталу важным историем в мародерствах и убийстве мирного жителя во время оккупации Бучанского района в Украине. Колумбийцу Альберто Энрике Фиральде Сараю, осужденному на пять лет, и блогеру Александру Ноздренову, восемь с половиной лет, также вменили рассылку военных фейков за деньги. Однако на деле пункт из корыстных побуждений пока вменяют достаточно редко, отмечают другие сети. Обычно людей обвиняют в фейках по мотивам политической ненависти, а кроме того штрафы как наказание могут быть гораздо ощутимее, чем конфискация имущества. Но не скажите, если у человека есть квартира, а у него конфискуют квартиру, он владелец квартиры, а там прописаны еще его детки, вполне возможно, что через год-полтора вот эта конфискация имущества дойдет до того, что будут забирать квартиры. И еще, это мой прогноз, что будут забирать все средства на банковском счете. Допустим, в Сбербанке у вас накопилась ваша зарплата. Так вот, вашу зарплату будут забирать. Да, это будет, конечно, как наказание, штраф. И это ваша собственность, ваше накопление. И вам скажут, вы их накопили за счет того, что вам иностранные различные сети или СМИ платили. Поэтому это будет, конечно, такая ощутимая конфискация имущества. Помимо классики, журналистов, активистов и известных публичных людей, законопроект адресован и военнослужащим. Конфискация теперь будет грозить из-за дезертирства, неисполнения приказа, а также за диверсионные преступления. Это, видимо, должно напугать россиян, которые так или иначе могут помогать Украине. Хотя, насколько реальны эти преступления, мы не знаем. О них лишь громко отчитывается ФСБ. О независимой информации мало. То есть, что захотят, то и скажут. Независимой информации вообще нет. Как будут применять новый закон? Пока не очень понятно и известно, поскольку конфискация – это мера, которую может определить суд. Но сама активизация этого инструмента направлена на масштабное запугивание граждан. Я Таня Карацуба-Сеидбургхан. Сегодня 26 января 2024 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...